МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вот смотрите информационную программу Республика в студии Инесса Потапова. Главные события страны и Чуваши в репортаже корреспондентов национального телевидения. Смотрите сегодня. Мансарда не по нормам. Почему специалистам Фонда капитального ремонта пришлось приостановить работы в доме по улице Короленко? Нажать на тормоза. Где необходимо оборудовать лежачие полицейские, показали координаторы партийного проекта. Стендапы вместо докладов. В Чуварском государственном университете прошел научный слэм. В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов озвучили проблемные адреса. Специалистам пришлось приостановить работы на улице Короленко, где на жилом здании 6 лет назад был построен мансардный этаж. Об этом руководителю региона доложили на еженедельном совещании в Доме правительства. Глава Чуваши поручил подключить к проверкам прокуратуру. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Этот дом по улице Короленко возвели в 2007 году. Руководитель Фонда капитального ремонта полагает, что изначально мансардный этаж построили с нарушением норм. Изначально при строительстве дома на пятиэтажный дом возвели шестой этаж вместе с крышей из легких металлических конструкций, которые, по сути, деформировались во время эксплуатации 2007 года. Перекрытие как такового там нету, но из гипсокартона. Изготовители конструкции и компания-застройщик на связь со специалистами Фонда капремонта пока не выходят. Эксперты пришли к выводу, что шестому этажу проблемного дома необходима реконструкция. Глава региона отметил, что к дальнейшим проверкам должны быть привлечены и правоохранительные органы. Здесь надо ровно в таком ключе идти и как раз получить поддержку со стороны коллег из прокуратуры, если нужно, и из других органов правоохранительной системы, с тем, чтобы тех людей, которые реализовали такое техническое решение, соответствующим образом привлечь к его, скажем, нивелированию или устранению на сегодняшнем этапе. В этом году в программе капитального ремонта порядка 200 домов. По многим адресам меняют лифты. Эти работы софинансируются и из бюджета в рамках региональной программы. На 20 октября закончено капитальным ремонтом 136 домов. Из них 65 уже приняты пактом и оплачены. На сегодняшний день 60 домов остаются в капитальном ремонте. Из 468 вида работ – это 103 вида работ. Утверждаемая программа капитального ремонта домов – не догма. До начала работ жители могут внести корректировки. Допустим, отказаться от электрики и выбрать холодную воду. Поэтому все пожелания жителей мы принимаем обязательно в сведения, выносим на комиссию, меняем виды работ. Основная масса из 22 – это вот такие дома. В фонде капитального ремонта запустили и специальный сайт, где можно узнать, в какие сроки проведут работы в доме, сколько жителей собрали в общий котел и даже оплатить за должность. Дмитрий Ковалев и Павел Рыдков. Национальное телевидение «Чувашия». За последние дни в Чебоксарах произошло несколько серьезных ДТП с участием пешеходов. Неправильная организация переходов серьезно увеличивает риски оказаться под колесами транспорта. Поэтому в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» особое внимание уделяется созданию в стране качественной пешеходной инфраструктуры. Управление ГИБДД по Чувашии выявило 254 участка, где рядом с пешеходными переходами необходимо создать искусственные дорожные неровности. Региональный координатор федерального партийного проекта «Единая Россия. Безопасные дороги» Олег Белов побывал на нескольких из адресов, чтобы оценить ситуацию на месте. Чебоксары. Пешеходный переход по улице 324-й стрелковой дивизии. Это первая точка рейда регионального координатора федерального партийного проекта «Единой России. Безопасные дороги» Олега Белова. Для большей безопасности пешеходов здесь установлена искусственная неровность, или, как ее еще называют, лежачий полицейский. Однако нарушения все равно есть. Местами дорожные знаки закрывают деревья. Адрес записан. Сведения о нарушениях передадут ответственным структурам. Следующая точка объезда – улица Николаева в Цивильске. Здесь тоже нарушения. Вблизи домов номер 23 и 27. Два пешеходных перехода, однако, лежачий полицейский расположился только рядом с одним из них. Кроме того, неподалеку – детский сад. А значит, тут должен быть установлен так называемый Т-7. Т-7 – это моргающий желтого цвета светофор, который привлекает внимание участников дорожного движения. Его можно поставить как от постоянного сочинка питания, так и от светодиодных, от солнечных батарей. Нужны искусственные дорожные неровности и в Мариинском посаде. В морпосаде, в лежачих полицейских, мы нуждаемся в трех местах. Это школа Ушинского, гимназия номер 2 и вот здесь вот Николая 89. Впрочем, иногда для безопасности пешеходов требуется не только создать искусственную неровность или поставить дополнительный светофор, а наоборот – убрать пешеходный переход. Так, возможно, в ближайшее время ликвидируют пешеходный переход рядом с домом номер 2 по Ельниковскому проезду в Новочебоксарске. Данный пешеходный переход имеет интенсивность перехода пешеходами очень большую. Также на данном участке большое количество проезжающих транспортных средств. И здесь у них получается конфликтная ситуация. Это пешеход-водитель. Пересечение двух проезжих частей параллельных дает затруднение в движении выезда с прилегающей улицы на основную. Ближайший пешеходный переход не далее, чем в 100 метрах. Пройти дополнительно это расстояние – не слишком большая цена за сохраненную жизнь и здоровье. В общей сложности вместе с региональным координатором федерального партийного проекта «Безопасные дороги» наша съемочная группа посетила 15 объектов. К выводам пришли следующим, что да, есть участки, на которых даже где присутствует искусственная дорожная неровность, требуется дополнительно привести в соответствие требования нормативной документации пешеходные переходы. Это, например, знаки, закрытые ветками. Это высота знаков не соответствует. Каждый участок предметно обследует и сформирует план работы, чтобы далее определить стоимость их приведения в нормативное состояние. Милиана Алексеева, Игорь Зверев, Национальное телевидение, Чувашия. Знаковый момент. Полицейские вернули дорожной компании более 70 знаков, похищенных в Комсомольском и Батаревском округах. Кто и куда вывез технические средства безопасности движения, расскажет Ольга Павлова из пресс-службы МВД по Чувашии. В начале сентября в Комсомольском и Батаревском округах Чувашии кто-то срезал и увез в неизвестном направлении более 70 дорожных знаков. От них на протяжении трех десятков километров остались практически только основания, едва заметные в траве. Дорожной организации был причинен ущерб порядка 200 тысяч рублей. С целью раскрытия преступления мы создали следственную оперативную группу, которая в кратчайшие сроки установила лицо, которое причастно доносить преступления, это же в Самарской области. Менее чем за сутки оперативники двух округов вычислили газель, на которой вывезли знаки, ее маршрут и выехали в командировку в Самарскую область. Злоумышленник, который планировал сдать добычу на металлолом, не успел распорядиться похищенным. Все 70 с лишним знаков были изъяты и возвращены в Чувашию. Благодарим за такую работу. Спасибо. А житель Самарской области предстанет перед судом за кражу. В отношении него в межмуниципальном отделе МВД России Батревский возбуждено уголовное дело. Приближается осенний каникул, а значит, школьникам пора повторить и закрепить правила дорожного движения. В этом учащимся помогла передвижная лаборатория безопасности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Что интересного и залекли школьники от урока в материале далее. Лаборатория безопасности прибыла к учащимся 4-го класса Чебоксарской школы номер 11. Ребята вспомнили, в каких местах можно переходить дорогу и как правильно это нужно делать. Основная цель у нас – это профилактика детского дорожного транс-травматизма. Чтобы дети наши соблюдали правила дорожного движения, знали, как использовать практики и были в защищенности. Девочки и мальчики подтвердили свои знания и умения в формате Олимпиады. В ходе нее ребята вспомнили и правила езды на велосипеде. Мне этот урок очень понравился тем, что я узнала нового, что когда ты едешь на велосипеде, надо поднимать либо правую руку, либо левую. Если ты хочешь остановиться, надо поднять руку вверх. Урок еще раз напомнил ребятам о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Ведь нередко бывает, что дети, торопясь, играя в телефоне или просто балуясь, переходят дорогу в неположенном месте. За 9 месяцев этого года, проанализировав дорожную обстановку, уже в городе Чебоксары только произошло 36 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, где 39 детей получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее количество – это, конечно же, получили травмы дети и пешеходы. Конечно же, есть и дети-пассажиры. Ну, там, где дети-пассажиры, конечно, виноваты в основном взрослые. Именно на взрослых равняются дети. Поэтому и родителям крайне важно соблюдать правила дорожного движения и быть достойными примерами для своих детей. Милиана Алексеева, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Национальное телевидение «Чувашия». Битва ученых в формате стендапа. Молодые ученые рассказали о главных научных идеях современности и собственных исследованиях в неформальной обстановке. У каждого слэмера было 10 минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею. А публика определяла лучшего аплодисментами. Слэм посетил Сергей Кочинский. Менделеев долгое время доказывал своей жене, что первым в списке должен быть водород, а не она и дети. Научные доклады в жанре стендап, о самом сложном через мемы, юмор и анекдот. Все это научный слэм. Академические знания, которые даются, настолько понятно, что поймет даже первокурсник. Первый интеллектуальный батл молодых ученых «Научный слэм» состоялся в ЧГУ имени Ульянова. Пять молодых ученых, 10 минут на каждое выступление и всего один победитель. Каждый доклад представляет интерес для научного сообщества. Мне бы со своей стороны хотелось бы рассказать о нанотехнологиях, о том, чем я занимаюсь, но не официальным языком использовать терминологию, а простым языком для того, чтобы заинтересовать молодежь, возможно, в свою сферу. Начало и завершение выступления фиксировались звуком гонга. Зрители научного слэма не просто наблюдали за происходящим, но и активно включились в процесс, задавали каверзные вопросы и выбирали победителя аплодисментами, громкость которых организаторы замеряли шумомером. Они так же, как все, ходят в университет, посещают свои занятия, семинары, но вот именно занятие наукой позволяет немножко абстрагироваться от обыденности. В жанре стендап участники представили такие научные проекты, как биометрический терминал, даже мышь не проскочит, любовь, питон и роботы, нанотехнологии, вот, пожалуйста. А победитель первого научного слэма Вера Андреева с проектом «Как из яда сделать лекарство от рака» стала обладателем символа победы – красных боксерских перчаток. Кроме того, она получила шанс попасть на всероссийский университетский научный слэм. Мы смогли взять у нее интервью до начала поединка. Мы используем всем известные цианиды, можно сказать. Вы, наверное, знаете, что цианиды – это страшные яды, которые можно использовать для того, чтобы отравить крыс, мышей. Мы же пытаемся сделать органические цианиды, карбонитрил их называют, для того, чтобы лечить рак. Впереди молодых ученых ждет кропотливая работа в лабораториях, медицинских кабинетах и на кафедрах. Думаю, что мы окажем содействие, командируем, премируем, всячески поддержим, конечно, благодарим от души ребят, которые вот светлое имя науки возносят еще выше. Наука – это действительно очень весело и интересно. В этом убедились все посетители СЛЭМа. Сергей Кочинский, Бахтияр Велиев, Национальное телевидение Чувашии. 23 октября – День памяти Ивана Яковлева. К монументу Чувашского просветителя у Национальной библиотеки возложили цветы. Митингу в сквере Ивана Яковлева не помешала даже дождливая погода. Почтить память Чувашского просветителя пришли руководители театров, краеведы, историки и преподаватели. Создатель современного алфавита и организатор народных школ вырастил не одно поколение учителей. Иван Яковлев создавал учебники и методические пособия. Сочинял рассказы, переводил на чувашский язык художественную, учебную и медицинскую литературу. Десятки тысяч экземпляров книг распространялись по селам. В этом году в стране отметили 175-летие со дня рождения просветителя. Служба кинематографии Национальной телерадиокомпании «Чувашия» сняла фильм о том, как создавался национальный алфавит. Состоялся межрегиональный марафон, который проходил в Ульяновской области, в Республике Татарстан и, конечно же, в столице нашей страны, городе Москве. Программа марафона включала в себя несколько мероприятий. Это была и передвижная выставка «Человек, опередивший время». Это был круглый стол, который так и назывался «Гений места». В Государственной Думе состоялся круглый стол по теме «Великие просветители России как ключ к объединению народов». Поэтому я считаю, что мы достаточно много посвятили этой очень важной теме, этому человеку, очень выдающемуся человеку. Достаточно много мероприятий. И сегодня, вот вы видите, в день его смерти мы пришли почтить его память. В Чувашском художественном музее открылась выставка заслуженного художника Чуваши Станислава Михайлова Юхтара. Ему присвоили звание «Народный художник Чувашской Республики». В торжественную атмосферу и древнюю народную мифологию, архаическую культуру погрузилась и наша съемочная группа. Моя мама была инициатором того, кем я стал. Станислав Михайлов Юхтар посвятил выставку своей матери, учительнице Серафиме Михайловой Юхтаровой, которая исполнилась бы в день открытия 85 лет. Истоки темы творчества художника – мифология, архаическая культура, история, мировоззрение и фольклор Чувашей – идут от матери и прабабушки художника. «Основная тема – это, я думаю, восприятие человека как индивидуума. Потому что человек как личность – он единственный. Вот как я вижу и созерцаю этот Чувашский мир. Мне, например, мало просто отражать природу, в чем я живу. Мне хочется где-то домысливать, где-то фантазировать, где-то мечтать. Потому что я надеюсь на будущее Чувашского народа. И это мне придает силу». В экспозиции более 120 произведений мастера. Он использует разные техники – от сдержанной графики до многокрасочной живописи. Работает темперными, акриловыми, масляными красками, тушью в технике левкаса на доске. Его произведения раскрывают мир восприятия древних народов мира и основ мировоззрения человеческого общества. Соединяют несколько временных слоев. «Я сейчас стою в зале, да, вот такое чувство, что я, ну, я уже говорил, будто я в машине времени. Я вижу здесь окошки, да, заглядываю туда внутрь, и там другие миры неведомые. Ну, знакомые нам, это Чувашские миры». «Он нам раскрывает содержание вот этого мироустройства в своих миниатюрах, там все мироздание». В центральном зале – коллеги, друзья, почитатели таланта мастера. «Это удивительный художник. Каждая его работа – это просто космос. Потому что ты можешь каждую работу рассматривать до бесконечности, потому что столько тонких деталей, такая глубина в этих работах, что заставляет задуматься и о прошлом чуварского народа, и, конечно же, о будущем». Выставка продлится до 26 ноября. Посетить ее можно и по Пушкинской карте. Надежда Морозова, Сергей Емельянов, Национальное телевидение «Чуваши». В Чебоксарах осужден бывший сотрудник МВД по Чуваши, прикрывавший незаконную игорную деятельность на территории республики. Доказательства, собранные Следственным комитетом, признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2018 года по сентябрь 2021, бывший полицейский, пользуясь служебным положением, на постоянной основе за деньги покровительствовал незаконному игорному бизнесу на территории Чуваши. Регулярно получал от организаторов преступных групп денежные средства в размере от 30 до 180 тысяч рублей. Ежемесячно информировал их о проводимых в отношении них оперативно-розыскных мероприятий, не предпринимал предусмотренных законом мер по документированию и пресечению противоправной деятельности. Следствием закрыты более 60 краблых салонов, расположенных в разных городах и районах Чувашской республики. Расследование по уголовному делу в отношении организаторов и членов организованной преступной группы окончено 23 фигурантам, уже предъявлено обвинение, и они знакомятся с материалами уголовного дела. Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 4 миллионов рублей и лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 7 лет, а также с лишением специального звания подполковника полиции. Он также признан виновным в том, что в сентябре 2018 года получил взятку в размере 300 тысяч рублей от организаторов незаконной горной деятельности. Особый интерес вызывает то, что деньги предназначались за устранение конкурентов, а именно для того, чтобы полицейский организовал сбор доказательств для возбуждения уголовного дела в отношении других салонов игровых автоматов города Чебоксары. 21 октября, в день узбекского языка, в Чувашском государственном педагогическом университете имени Яковлева открыли Центр узбекской культуры. Страна, где 300 дней в году светит солнце, пятую часть территории занимают горы, а национальное блюдо, плов, включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это все про республику Узбекистан. Теперь она стала ближе к студентам Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева. Там открыли Центр узбекской культуры. Осенью прошлого года при поддержке Минпросвещения России Чувашский педуниверситет открыл Центр изучения русского языка и культуры в Индижанском педагогическом институте. Открытие Центра узбекской культуры у нас – следующий шаг в объединении молодежи двух стран. Мы верим в то, что данный центр поможет нашим студентам из Узбекистана еще быстрее адаптироваться, проще социализироваться в Чувашской республике, что он станет центром притяжения для диаспоры и станет, безусловно, площадкой для интересных мероприятий, которые будут способствовать сближению культур наших народов, дружбе и совместному движению, поступательному развитию, движению вперед. Большинство сфер деятельности от сельского хозяйства до IT уже имеют глобальный рыночный и технологический контекст. Так что интернационализация российского высшего образования – важная задача. Сейчас в Чувашском педуниверситете учатся порядка 200 студентов из республики Узбекистан. Если говорить о приводском федеральном округе, который непосредственно закреплен у нас за нашим генеральным комплексом, у нас более 15 тысяч студентов обучаются. Надеемся, что они будут и дальше при вашем содействии обучаться здесь, в университете. Огромное спасибо. Узбекистан и Чувашский – это две культуры с богатым культурным наследием. И открытие этого центра обязательно принесет новый вдохновляющий элемент в образовательный процесс и обогатит наши образовательные программы. Для Чувашского педагогического университета это второй подобный образовательно-культурный центр, который открыли в ВУЗе. Первый, посвященный изучению китайского языка и культуры, открыли еще в 2014-м. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Сергей Емельянов. Национальное телевидение Чувашии. Элегантные наряды, изящные движения и уверенность. В Чебоксарах состоялся республиканский фестиваль индустрии красоты. Он прошел в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Под пристальным взором членов жюри, парикмахеры, стилисты, визажисты, фотографы и мастера по маникюру показали свое мастерство. Грандиозное событие в мире красоты и моды собрало любителей и профессионалов услуг эстетики. Фестиваль стал площадкой для обмена опытом, обучения, демонстрации новейших технологий и впечатляющих показов. Нам интересен сам процесс, показать, что мы можем, какие мы творческие люди. Мы хотим сегодня показать интересные прически, которые делаются очень быстро и эффектно. Битва салонов. Чемпионат среди специалистов по маникюру. Конкурс фотографов. Показ мод. Каждый участник нашел свое состязание. Сферу индустрии красоты в Чувашии представляют более 2300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы видим, что это такая существенная доля в экономике. Вот так вот за 9 месяцев около 7 миллиардов рублей – это вот объем выручки вот этой отрасли. И при этом очень большое количество людей, которые заняты. И мы точно без них никуда. Мы точно без этого сервиса, без этой красоты с вами, ну, не будем себя чувствовать, наверное, полноценными, что ли. Одно из главных достоинств республиканского фестиваля – его масштабность. Гости получили возможность познакомиться с последними тенденциями мейкапа, ухода за кожей и укладки волос. На площадке прошел мастер-класс «Ежедневный макияж», а также участники фестиваля делали массаж лица и рук каждому желающему. Сейчас, например, проходит мастер-класс по макияжу, что мне очень интересно. Буквально за 10 минут можно сделать самой дома все. Важной составляющей фестиваля стало общение, обмен опытом и нетворкинг. Это грандиозный праздник, а очень большое количество специалистов из индустрии красоты сегодня посетило этот фестиваль. Очень много гостей пришло, и я пообщаться успела уже с многими гостями. Все говорят, что безумно интересно наблюдать за тем, как мастера творят магию. Республиканский фестиваль индустрии красоты оставил незабываемые впечатления для каждого. Как отметили гости праздника, если нужно спасать мир, пусть этим займется красота. Сергей Кочинский, Бахтиар Велиев, Национальное телевидение Чувашии. 24 октября отмечается праздник любителей бильярда. Вопрос о том, где и когда впервые начали в него играть, остается открытым до сих пор. Одни историки утверждают, что бильярд впервые появился в Китае, другие говорят об Индии. Одно можно сказать точно, он имеет древнюю историю. Кстати, бильярд – первый вид спорта, по которому был проведен чемпионат мира. Случилось это в 1873 году. На этом я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова